В случае нападения крымчаков, территория Балкарии и Карачаев являлась спасительным прибежищем для Кабарды, и значение его резко возрастало в период нападений Крыма и Кумыгского Шамхала. В. Батчаев показателен в этом отношении 1787 года, когда часть балкарских таубьев изъявила желание принять российское подданство. Недовольная этим, группа кабардинских феодалов отогнала у них скот, перекрыла доступ на равнину. Тогда, усыпив их бдительность ложным перемирием, горцы совершили ответный набег, а затем перекрыли все доступы на свою территорию. Результат сказался незамедлительно, и принуждены были сами кабардинцы просить балкарцев вторичного миру, ибо, поясняет автор документа, до этого случая кабардинцы всегда находили у них балкарцев. Выпуск Б. Своё убежище и укрывательство имений 107 С. 237. В условиях, когда Кабарде угрожала экспансия внешних врагов, кабардинские князья стремились сохранять дружественные отношения с горскими народами, чтобы быть уверенными в своем тыле и месте вынужденного укрытия крепких местах. Политическая ситуация часто бывает изменчивой. Положение изменилось в конце XVIII века, когда, опираясь на военную силу России, Кабарда начала давление на бывших союзников-горцев. Этот недальновидный ход впоследствии сыграл главную роль в том, что в ходе царской колонизации Кабарды у неё в тылу практически не оказалось союзников в деле отстаивания её политической самостоятельности. В случаях кровавых внутренних междоусобиц кабардинские князья часто обращались к балкарцам с просьбой оказать услугу. Устранить взорвавшегося князя. Понятно, что с этой просьбой обращались в целях не раздувать кровную месть в своей среде, а переложить её на соседей, недосягаемых для князей Кабарды. В те времена в Кабарде знали, что из Балкарии и Карача, как из Дона, выдачи нет. Ружьё, из которого убили 12 князей, долгое время хранилось в Балкарии. В начале XX века широко известный на Северном Кавказе балкарский князь Басиад Шаханов довольно точно объяснил взаимоотношения между Кабардой и Балкарией. Прежде всего, о господстве кабардинцев. Пора оставить рассказы о том, что будто бы карачаевцы и горцы, за исключением балкарцев, находились как бы в состоянии рабства у кабардинских князей. На каких авторитетах покоится это утверждение? На статье, написанной кем-то и помещенной в сборнике сведений о кавказских горцах, выпуск 3, и на истории адыгейского народа, написанной кабардинцем нагмовым. Неужели это так авторитетно, что может доказать известное влияние на Северном Кавказе кабардинских князей? Но надо же ставить и должные рамки этому влиянию. Но превращать горских таубиев чуть ли не в крепостных кабардинских князей, значит да простит нам комиссия. Говорить вещи, не имеющие тени правдоподобия. Что кабардинские князья не были господами горских таубиев. Видно из того, что тогда как целые роды подвластных кабардинских князей истреблялись в случае убийства одним из членов их кабардинского князя таубий. Убив кабардинского князя, платил за это обычную кровь. Практически это вело к тому, что если надо было убить кабардинского князя, то следовало сделать это рукой таубия. Так поступили, например, желая избавиться от князя-деспота Асланбека Атажукина. Его заманили в горы в Чигем, и здесь на родной земле Балкорукова Хаката Праке он был убит во время пира Басиятом Тозевичем Балкоруковым. Убит он был из ружья, называвшегося Гичешкак и знаменитого именно тем, что из него принято было убивать кабардинских князей. Оружие это находится ныне у таубия Ноуруза Урузбиева. По преданию, из этого ружья было убито 12 кабардинских князей Б. Шаханов, С. 166. Есть. Аналогичные случаи были и в Карачае, З. Кипкеева пишет. Князь Атажукин, грабивший отдаленные каши карачаевцев, пытался указать им настоящие границы и в земель в ноябре 1843 года. В Тёберде он напал со своей партией на кош карачаевского узденя Мусабия Биджиева и был им застрелен, как обычный грабитель, 28 С. 110. Как отмечают исследователи Эрхатуев и Эртибуев, в памяти любого народа остаются упоминания об его недругах и угнетателях. В карачаевском фольклоре, хранящем сведения о походе Тимура в XIV веке, нет сведений о каком-либо гнете Кабарды, кабардинском иге. Сохранилась лишь одна народная песня – «Карамуса», в которой описывается бытовая коллизия. Кабардинскому князю Касаю Атажукину приглянулась жена одного карачаевского простолюдина. И это влечение кончилось тем, что брат этого простолюдина заколол кабардинского князя, отбив охоту к подобным влечениям. 116. С. 96. Следует отметить мнение российских историков о положении в Карачае. В. А. Пота пишет, в верховьях реки Кубани, по горным отрогам Эльбруса, жило непокорное нам племя карачаевцев. В последнее время не было набега, в котором не участвовали бы карачаевцы, не было хищнических партий, которые не находили бы себе приюта в их владениях. Пока существовал этот оплот закубанских народов, имевших значение стратегической цитадели до тех пор от наших военных операций за Кубанию, нельзя было требовать сколько-нибудь удовлетворительного результата. Генерал Эммануэль сознавал это ясно, и мысль о наступлении в Карачай поглотила все его внимание. К ней присоединилась и другая, которую, быть может, не один генерал лелеял до него в своем воображении, мысль об овладении Эльбрусом, этим центральным узлом и кульминационной точкой Кавказа. Эльбрус в наших руках мог служить буфером между покорными нам кабардинцами и непокорными закубанскими народами. Тогда обреки лишены были бы возможности укрываться от наших преследований, и хищнические партии сделались бы гораздо осторожней, зная, что Карачай не может уже оказывать им прежнего гостеприимства. Далее подводят черту. «Фермопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками, и оплот Карачаева у подошвы Эльбруса разрушен». Этими словами начинается приказ Эммануэля от 30 октября 1828 года, возвестивший войскам и жителям о новом приобретении, сделанном Россией. В. Апото-Кавказская война Т-5 Ставрополь С-329-338-1994 год Об этом успехе царских войск на Северном Кавказе было написано в столичной газете «Северная пчела». Блистательный успех предполагает путь к успокоению всего края Кавказского. Пример покорения сего народа, почитавшегося у всех горских жителей самым непобедимым, дает, впрочем, подумать о возможности повторить с ними такое же пришествие. 116-106 В другом архивном документе сказано «Карачаевцы составляли преждесильный и воинственный народ. Обширные пастбища, хорошие породы лошадей, отличное вооружение и преданность своим князьям давали им большой вес между горскими народами. Российское правительство после многолетней борьбы умело упрочить власть над этим сильным народом». ЦГАК БАСР-Ф 16-ОП 1-единственное Хребте 362-Л 6-8 В данном случае следует отметить, что покорение Карачая было важным событием даже для Российской империи. Карачай был завоеван при самом упорном сопротивлении гордых карачаевцев, да то ли никем еще не побежденных, писал Голицын, биограф Эммануэля 28-С-96, как отмечал Пота. С карачаевцами обошлись как своеющие, а не как с усмиряемой стороной. Их аулы не были разорены 28-С-97. Один из компетентных русских исследователей В. В. Шевцов в 1855 году писал «карачаевцы, живущие на высотах Эльбруса», хотя народ немногочисленный, но храбрый, имея с правой стороны закубанцев. А с левой Кабарду никогда еще не был побежден. И самостоятельность его еще более наводит страх на неспокойных соседей. 117-С-96 Об этническом составе Карачая пишет С. Анисимов, племенная через полосица. За Георгиевско-Осетинским по Теберде и по Кубани и их притокам начинается горная страна Карачай с однородным населением племени карачаевцев. Тут живут рядом нагайцы, абазины, горские евреи, кабардинцы и осетины, и между всеми ими густой прослойкой в богатых станицах главное население края русские, кроме карачаевцев. Все это горское население не аборигены, а вольные или невольные поселенцы недавней эпохи военных действий с горцами. Кавказский край М. С-259-1928 год. Вернемся к документам. В дополнение к кабардинскому описанию Т. Е. В дополнение к сообщениям кабардинских князей о своих соседях, отправленных русскому императорскому двору, составленном дворянином Бакуниным от 1743 года, где отмечается «Онные горские народы», речь здесь идет о балкарцах Н.Б. Как выше сказано, ни под чью протекцию не состоят, и никому ими действительно овладеть невозможно. За тем, что живут в крепких и непроходимых местах. И когда большие кабарды владельцам случаются над ближними им народы чинить поиски, и так доходят на них партиями от 50 человек и до 200 человек, и навпритайным образом осмотря захватят тесные проходы, и для охранения оставляют несколько человек кабардинцев пеших с ружьем, и таким образом, учиняя поиски, возвращаются и добычу. А ежели при приходе их кабардинцев на тесных проходах, усмотря горские караулы, и в таком случае они, кабардинцы, возвращаются в домы своей без добычи. Напротив того, из тех горских народов по нескольку человек ночным временем приходят и зажигают их кабардинские деревни, отчего им немалые разорения приключаются. Выделено нами НБ. 22. Как видим, в этом документе о вассальных отношениях между кабардинцами и балкарцами ничего не говорится. Напротив, здесь четко отмечается экстерриториальность Балкарии. Завидев балкарских пограничников в ущельях, кабардинская княжеская дружина возвращалась к себе домой. Это отмечает мисс Астабаев. Весною и осенью, когда скот-лошади и овцы перегоялись на плоскости напастбища, молодые тауби и узденями выезжали на плоскость и становились лагерями для охраны животных и пастухов от соседнего племени кабардинцев. В остальное время содержались караулы по ущельям и на перевалах в Грузию, Эмеретью, Сванетью, а также со стороны Осетии. М. Абаев. С-95. Что касается Карачая, между Карачаем и Балкарией враждебных столкновений не было. Напротив, несмотря на то, что их разделяет значительное горное пространство, между обоими народами существовала родственная. Непрерывная связь. Там же С-99. Наличие вооруженных пограничных дружин исключает для Балкарии статус вассально-зависимой окраины Кабарды, как и сам факт самостоятельного вхождения в состав Российской империи Балкарии и Карачая. Следует привести еще один пример, отмеченный в Эбачаеву. Некоторые представления о предмете дает, как мне кажется, эпизод, связанный с пребыванием в Балкарии Меретинского царя Арчила. В 90-х годах 17-го столетия, потеряв престол и теснимый превосходящими силами турков и персов, он решил перебраться на Северный Кавказ, а оттуда в Россию. Ситуация неблагоприятствовала ему и за главным хребтом. Здесь за ним охотились отряды Шамхала Тарковского, антирусски настроенных феодалов Кабарды и Крымского хана. В ноябре 1693 года царь был пленен владельцем Малой Кабарды Кельчуком Келимбетовым, который был в сговоре с Шамхалом. Оба намеривались выдать Арчила иранскому шаху в расчете на щедрое вознаграждение. Но вначале Кельчуко переправил пленника в Верхнюю Балкарию, с тем, чтобы при первой возможности забрать его оттуда и доставить в Иран. Но такая возможность не представилась. Князь Абаев, у которого содержался Арчил, не только отпустил царя вместе со свитой в Грузию, но и снабдил его охраной в тысячу человек, которая благополучно довела его до границы 107 С. 142. Это совершенно не похоже на вассальные отношения с империей, о которой грезит Кожаров. Видимо, Кожаров запамятовал, что горы Балкарии и Карачая за всю историю сумел покорить только Тимур, используя отряды горных бадахшанцев. Горы сами представляют собой природную крепость, причем территория проживания балкарцев и карачаевцев – самая высокогорная часть Кавказа. Война в Афганистане и Чечне достаточно выявила все трудности, связанные с военными операциями в горной местности даже в 20 веке. Вернемся к вопросу о границах Кабарды. Грузия является одним из ранних государств на Кавказе. Н.Г. Волкова, исследуя грузинские историографические материалы, отметила в 17-18 веков. Название Кабарда известно сравнительно редко УК. Р. С. 46. Эти сведения выявляются в трактате В. В Агратионе история царей Грузии, однако Бассиания, Балкария, упоминается с 1392 года как самостоятельное государство с благоустроенными городами и селами. У. К. Р. С. 36. 189. 202. 221. 227. В СГА Грузии находились старинные латкарты, где была обозначена территория проживания балкарцев и карачаевцев, с которыми 2001 год. Хотел ознакомиться научный сотрудник и Гигбр Б. Кучмезов. К сожалению, в архивной папке эти листы были вырваны, что очень огорчило директора архива. В формуляре папки были отмечены последние пользователи Т. Кумыков и Калмыков. Затруднительно утверждать, кто это мог сделать, но факт исчезновения латкарт могут подтвердить и сейчас в Центральном архиве Грузии. В приведенных Кожаровым латкартах за Тереком и на Куме указаны калмыцкие кочевья, а в районе Пятигорья – ногайские кочевья. Люлье отмечает, что кабардинцы Бештовы горы называют Ногай-Кусха, что означает «ногайские горы». 23. Кабардинцы избегали селиться в Пятигорье, древнем центре Кабарды, потому что здесь до заключения Кючук Кайнорджинского мира, 1774 год. Им угрожали нашествия крымских ханов. При любом вторжении крымских войск с Кубани в Кабарду район Пятигорья прежде всего оказывался под ударом. Поэтому население ушло из этих районов в бассейн Малки, Баксаны и Кумы. А жители некоторых кабардинских деревень были насильно уведены крымцами за Кубань. Лишь в конце XVIII века их поселения снова появляются у Бештау. 122. С. 133. На этой территории с давних пор жили и ногайцы Козаева Улуса. Есть упоминание, что часть ногайцев кочевала у Пятмогор. В 1492 году пашню пахала на Куме. Сборник Рио. СПБ. 1884. Т. 41. С. 129. 167. 323. И. Агюльдинштетт. Народы Большой Кабарды прежние свои жилища и ступили им абазинам. Считают, что их переселение сюда произошло во второй половине XVII века. Таким образом, абазины стали буферной зоной между Крымом и Кабардой. В 1720 году крымские татары и ногайцы захватили на реке Баксан 200 абазинских дворов и, переселив в Закубанье, превратили их в поданных крымского хана. 118 С. В 1720 году крымские татары и ногайцы захватили на реке Баксан 200 абазинских дворов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова